Вокруг АЗС сгущаются тучи. Общественность задает вопросом, насколько ценовая политика топливной сферы искусственна. Мира вам, я Ханжан Курбанов и это моя автозаправочная ремарка. В Махачкале на месте взрыва на автозаправочной станции идет разбор завалов. Начинаем сообщение из Махачкалы. В эти минуты к вылету готовится спецборд МЧС, который доставит в Москву 17 пострадавших во время взрыва на АЗС. Таким образом число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35. Взрыв 14 августа практически во всех СМИ назван взрывом АЗС. Это потом выяснилось, что автозаправочная станция находилась на другой стороне трассы, а взорвалась аммиачная селитра. Вещество огнеопасное, ненадлежащее хранение которого, истечение нескольких обстоятельств, привело к таким трагическим последствиям. Информационную блокаду пробивали сами заправщики. Владелец той самой АЗС подготовил видео, на котором с помощью аэросъемок показал, где был очаг первоначального сгорания и взрыва, огонь от которого перекинулся и на АЗС на авто. Был ли справедлив накат общественности на автозаправочные станции? Знаете ли, АЗС и хаотичная застройка стали не только метками рыночного времени, вульгарного капитализма, но и явили собой коррупционное бремя, которое легло на видеоэкологию и экологию социальных реалей всех дагестанцев. Прежде всего городских жителей и в первую очередь столичных. Если автозаправочные станции в советские годы были такими обычными и тихими, неприметными местами заправок авто, удаленными от жилых зданий и объектов соцкульт-быта, то сейчас они превратились в центры бизнеса, разбросанные и внедренные в самые густонаселенные микрорайоны городов республики. А Махачкала в масштабах страны это вообще негативный образчик того, как строились, где строились АЗС и соблюдались ли там меры противопожарной безопасности. Справедливости ради надо сказать, конечно, что дома возникали и после возведения заправок. Один такой хамский дом буквально воткнули на перекрестке за заправкой на проспекте Акушинского, недалеко от троллейбусного кольца столицы. Но в каждом конкретном случае, естественно, нужно делать ревизию, кто появился первый, дом или АЗС. И потом в черных масках прийти к тому, кто поставил подпись под разрешением другого выхода для наведения порядка нет, а строение под снос. Если московским сравнивать, там, допустим, НПЗ рядом, там привезти в Москву это быстро. Это очень важный момент, потому что наши вагоны сегодня, то есть оборот самих вагон, цикл, рабочий цикл, он изменился для Дагестана на пару месяцев. То есть купили, и этот вагон может до двух месяцев добираться до Дагестана. Но очередной виток негативных вихлей вокруг заправок обусловлен ценовой политикой. Цены на газ и бензин очень живо беспокоят дагестанцев. А любой скачок кривой стоимости топлива вверх возмущает до предела. Недавно в сеть был вброшен скрин, на котором Ник, назовем это так, Юсуп Чарабураев в мессенджере призывает своих коллег поднять цены. И делает это достаточно строго и безапелляционно. Будет контролировать, дескать, подняли ли все цены. Устами Ника предлагалось повысить 92 до 56 рублей, 95 до 61 рубля, газ 27 и дизельное топливо 62 рубля. Что касается этого скрина, конечно, для меня это было удивительно и смешно. Я бы особо на это внимание тоже не обратил. Но, видимо, все-таки есть какие-то люди, которым стала интересна эта ассоциация. Так как на протяжении долгих лет ни у кого не возникало интереса к этому. Но после того, как эта ассоциация стала сильной, она идет по заданному направлению. У нее есть цели, мы помогаем обществу, мы поднимаем отрасль нефтяную саму по себе на другой уровень. Мы вместе достигаем определенных целей, которые будут помощью и для народа, будет помощью и для нашего правительства. То есть есть контакт с главой. И когда все эти процессы пошли, когда мы начали с участниками нашего топливного рынка ездить по разным странам для того, чтобы узнать, как работают другие рынки, мы начали сами развивать свой рынок, почему-то возник, видимо, интерес к этому. Ну, как мне сказали. Что и появились люди, которые, видимо, заинтересованы в том, чтобы взять там верх и как-то, возможно, как-то меня сдвинуть. Но это никак меня не трогает, не цепляет. И я буду продолжать свою работу, как и работал. Дагестан оказался в десятке антирейтинга. Республику назвали одним из российских регионов самым дорогим бензином. Исследования проведены со ссылкой на данные Росстата. Причем в республике случился самый высокий скачок цен на 77%. Составители рейтинга взяли данные, актуальные на конец июля. В регионе сейчас по поручению республиканских властей проведут проверку на предмет ценового сговора на автозаправках. Скачок уже длится на протяжении трех месяцев. И практически это каждое лето. То есть есть время, которое владельцы АЗС завязывают пояса потуже. И понимают, что сейчас будет период времени, в котором им просто нужно остаться на плаву. То есть нету не то, что сверхприбылей, нету вообще прибыли. То есть это время, они четко знают, что это время придет. Это будет лето, когда им нужно просто хотя бы в ноль содержать свое АЗС. А с чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что это период времени, в котором создается дефицит. Во-первых, НПЗ идут на ремонт. А в этом году теперь наплыв нескольких причин. Это демпфер уменьшился. Демпфер это своего рода такой регулятор всего. Он, когда между внешней политикой и внутренней цен идет какая-то разница, то государство помогает нефтяным компаниям, выплатами определенными, за счет чего топливо остается у нас внутри государства. Чтобы они цены слишком верх не поднимали и получали какую-то субсидию, так скажем. А происходящее в этом году именно так сложилось, что и СВО, и ремонт НПЗ, и демпфер, это все причины одновременно случились. И поэтому прям такие максимальные скачки. Журналисты писали о взлете цен на топливо еще пять лет назад, год назад, два года назад, и в мае этого года, и в июле. В общем, скастары, песня новая. Но повышение этого лета выходит на исторический рекорд. Хотя было время, когда цены на бензин падали, как ни странно, практически весной прошлого года, то есть недавно. Потом начали идти вверх, потом вновь. Хотя вот перед тем, зимой, то бишь в декабре 2021 года, цены на АЗС смутили таки власть. И они решили провеять. Тогда подключалась и УФАС. Потом цены больше не понижались. Хотя вот гражданское общество республики, кажется, существует, так как в 2019 году автомобилисты путем клича в социальных сетях объединились, чтобы проучить поднимающих цены автозаправщиков. Решили объявить бойкот. В республике из 855 заправок, реально действующих, 655. Чуть меньше половины из них состоят в Ассоциации АЗС. Я просмотрел комментарии руководителя Ассоциации АЗС республики некоторым телеграм-каналам. Но остались вопросы. И Юсуп Чарабураев любезно согласился ответить на них. Есть некоторые участники рынка, которые ведут реализацию, так скажем, опта через свои АЗС. То есть демпингуют цены настолько, что не остается маржи. Между тем, правительство Дагестана подготовило обращение в прокуратуру и управление Федеральной антимонопольной службы республики с просьбой проверить наличие сговора автозаправочных станций. Махачкалы в целях повышения цен на топливо. У ФАС по республике Дагестан общественность начала обвинять в пассивности. Давайте посмотрим, как автозаправщики платят налоги. По данным ФНС, есть позитивная динамика. Все-таки выходит, хоть и не, хотя они из тени. Не все, правда. Жуликов в сфере подозревают тоже немало. Еще Владимир Васильев начал эту работу. Вот в 2017 заплатили они 61,6 миллиона рублей налогов. В 2018 178,2 миллиона. В 2019 256,9 миллиона рублей. В 2020 260 миллион рублей. В 2021 283,9 миллиона рублей. И вот на те. В 2022 пошло уменьшение. 247 миллион рублей. И за 7 месяцев 2023 года 244 миллиона рублей. Но если посмотреть на количество АЗС, и тут возникает вопрос, сколько заправок показывает реальное число работающих. Не полтора человек, а 5-6 сотрудников. Ибо, сами понимаете, работа сменная, тяжелая, требует как минимум трех регулярно сменяющихся операторов. В году, буквально несколько месяцев, в котором владельцы АЗС зарабатывают. Не то, что сверхприбыля, а ту должную маржу, которая может быть для торговца и для эксплуатации АЗС, она нормальной. Если же зайдет ВИНК, то и это пропадет. Почему? Потому что он является регулятором. ВИНК, он зарабатывает на разных стадиях. На переработках нефти, на ее прибурении, когда они ее вытаскивают. То есть, там много разных моментов, в которых они зарабатывают. А независимая АЗС, она зарабатывает только на конечном продукте. Купил, продал, там маржу поймал, так скажем. Поэтому эта часть, она тоже пропадет. Потому что этот регулятор, он может держать низкую цену и в то же время на нефтезаводе продавать дорого независимым. Что и происходит в других республиках. Например, на сегодняшний день, если мы продаем в Дагестане в ноль, чтобы просто быть на плаву несколько месяцев летних, то другие АЗС, которые находятся в Ставропольском крае, Краснодарском крае и других субъектах, они торгуют в минус. Именно в минус. И они тоже точно так же терпят это все. Но позже бывают другие месяцы, в которых можно будет перекрыть эти месяцы. Но для этого, чтобы, допустим, круглый год маржа держалась, и для того, чтобы эта отрасль правильно работала, я выстраивал отношения с правительством, чтобы они нам помогли как-то в сдерживании тех участников рынка, которые постоянно демпингуют, из-за чего мы не можем платить ни налоги, ни сделать правильную пожарку. Потому что для того, чтобы установить там экраны противопожарные правильные, для того, чтобы саркофаги, чтобы дорогостоящее оборудование, чтобы дорогостоящее поставить, нужны финансы. Но мы не зарабатываем настолько, чтобы их поставить. И мы тем самым вышли на контакт с правительством и попросили их как бы посодействовать в решении некоторых вопросов с некоторыми участниками нашего рынка, которые мешают нам вести эту отрасль так, как она должна вестись. Если подойти объективно, АЗС это чей-то бизнес. Он наверняка приносит прибыль какой-то части Дагестана. Занимаются благотворительностью, кормят семьи, платят немалые налоги и они с каждым годом увеличиваются. Правда, с 2022 года пошло понижение. Автозаправщики это объясняют тем, что налог понизился с 3 до 1% с оборотом. А налоги, в свою очередь, работают на нашу инфраструктуру. Проще говоря, на качество нашей жизни. АЗС работают без нарушений, даже без этих вариантов ухода в тень, без хитрых выкрутас. Я надеюсь на это. Я против того, чтобы внутри сферы было деление на блатных и тех, кто попроще. И дома у нас, как грибы, порой ядовитые, после какого-то дождя вырастают. Все у нас через одно место, коррупционное, как правило. А где проверяющие? Они есть вообще в природе? У людей сомнения. В случае с АЗС люди говорят о не совсем хорошем качестве и недоливе топлива. Надо проверять. Мы три года говорим о проблемах, а уже 10 лет находимся как бы в объявленной новой эре переформата, реформ, обелений и очищения. Но что-то у нас ни шатка, ни валка в этом смысле. А хотелось бы, чтобы пошустрее процессы пошли. Где-то сбой постоянно возникает на пути очищения. Количество грязнуль в системе, которым прилипает грязь, видимо, подходит к критическому массе. А хотелось бы ошибаться. Оставайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok